Добрый день, с вами Ирина Багнюк, канал Усадьба Багеры. Сегодня я начинаю один эксперимент и хочу предложить вам понаблюдать за его развитием и надеюсь будет результат, так что посмотрите результат. Я купила такое вот растение, это пипина, это пипина голд. Его зовут еще дымная груша. Это должны быть такие плоды желтенькие с фиолетовыми полосочками, красивые, вкусные. Я пыталась пару раз уже его вырастить, но сажала в горшке, он рос, был хороший кустик, цвел, но цветы опадали, так что плодов я не дождалась. Поэтому в этом году решила попробовать его посадить в грядку, посмотреть что из этого получится. Скажу о самом этом растении. Я вычитала, что кто-то пишет, что очень вкусное и замечательный запах и вкусное, а кто-то пишет, что невкусное. Стала с этим разбираться. Насколько я поняла, надеюсь правильно, они легко размножаются семенами, можно размножить, но тогда не передается все свойства и вкус будет не очень. Их очень часто размножают черенками. И в этом случае, как пишут, вкус будет хороший, вкусный, сладкий. Вроде как писали сладкий. Ну попробуем, надеюсь. Вот такие нюансы. Поэтому я первый купила, не покупала семена, даже не искала их, даже не знаю, есть или нет у нас в продаже. Купила вот такую вот рассаду и сейчас будем ее сажать. Значит, сейчас сразу о ней тут лучше видно, пока она не в грядке. Значит, он относится к семейству посленовым. Это видно уже по цветкам. Вот видите какие. То есть он близкий родственник томатов, баклажанов. И по этой причине очень много дает пасынков. Вот очень-очень-очень много. Растить его надо, можно или давать свисать ему. Ну вот я сажала в горшке и свисала, плодов я не дождалась. Или подвязывать. Я решила подвязывать вот к шпалере. И что надо? Значит, все вот эти пасынки, все-все-все, мы будем удалять. Его растят в два или в три стебля. Значит, вот я удалю. Сейчас покажу. Вот тут видно цветочек, а под цветочком крупный пасынок. Вот этот крупный я удалю. То есть все, что до цветочка я удалю. Развилку, так как просто грядка еще довольно низкая, развилку буду разрешать ему, так сказать, повыше. Поэтому все-все пасынки вот до цветочка я удалю. Удалить можно сейчас. Пасынки удаляются так же, как и на томатах. Мы оставляем по возможности маленький пенечек, остальные все прищипываем. У совсем маленьких пенечек сложно оставить, но тогда или ждем, пока они чуть-чуть подрастут, или прищипываем им хотя бы верхушку. Вот. Значит, вот мы это сейчас сразу удалили, что возможно. Они могут нарасти так же, как у томатов, еще и потом. Тогда будут тоже регулярно. Надо будет удалять и оставить два или три. Это после развилочку и два или три стебля. Значит, что он любит? Он любит рыхлые плодородные почвы. Вот у меня тут есть грядочка. Тут была засеяна фацелия, кто видел ролик. Потом я ее всю убрала. Чуть-чуть порыхлила, засыпала еще скошенной травой. Так что траву мы сейчас разбираем в сторонку. Делаем небольшую, буквально небольшую ямку, так как он у нас маленький. Вот. Что еще важно? Его вынимаем и дальше покажу. Его надо заглубить где-то 2-3 сантиметра. То есть мы его обязательно заглубляем. Так как мы его заглубляем, то вот эти вот нижние можно срезать. Вот эти вот листики и, наверное, вот этот тоже. Конечно, срезать их лучше заранее, где-то за день, чтобы срезы затянулись. Но, в принципе, можно и так. Чуть-чуть покороче. Все. Так как я сказала, у меня грядка немножко осела, я возьму еще немножко субстрата. Добавлю. Посмотрю, какой его стороной посадить. И вот мы его сажаем. Вот. Немножко заглубили. После полива еще земля немножечко еще осядет. Сразу же мульчируем этой травой, что у нас было. Близко к стеблю сразу не надо, но саму всю поверхность сразу же хорошо мульчируем. Вот. Каков его дальнейший уход за ним? Значит, он будет расти. Вот. Потом... Потом я его к шпалере немножко криво посадила. Вот. Ну, не страшно. К шпалере я его привяжу. И будет он располагаться по шпалере. Постоянно удаляются пасынки. Два-три стебля растет. Когда будут плоды, плоды, как пишут, будут на довольно таких цветоносах прочных. Поэтому плоды сами уже можно не привязывать, а можно их просто положить будет на шпалеру. Или как-то они должны так выспить. Ну, это я проверю. Тогда вам расскажу, получилось или нет. Что еще важно? Почему его надо подвязывать? Так как у него ветви довольно тяжелые будут, они будут ложиться на землю и очень легко укореняются. Если они у нас укоренятся, то плодов не будет. Вот. То есть это важные такие вещи. Естественно, мы его посадили в пасмурный день. Можно немножко прикрыть, если он непривычный у нас к солнышку на первые несколько дней нетканным материалом. Если привычный хорошо и пасмурно, вы уверены в погоде, тогда можно не укрывать. Полив хороший, обильный, потом мы оставляем. Ну и вот через недельку-другую мы посмотрим, будут ли расти тут новые пасынки, как у нас будет со стеблями его. И тогда дальше начнем уже его формировку. Так как он относится к пасленовым, то в принципе на него могут, он подвержен тем же болезням, как и томаты. То есть может быть и фитофтора, может быть все что угодно. То же самое, что у томатов. Поэтому мульчируем ту же фитофтору, легче предотвратить, чем потом с ней бороться. Вот. Еще куда сажаем? Сажать его хорошо после лука, после огурцов, после любых бобовых, после сидиратов. У меня здесь были сидираты фацелия. Так что должно ему быть хорошо. И я надеюсь, что он нас порадует плодами. И я вам их покажу. И заодно расскажу, действительно ли они вкусные или нет. Подписывайтесь на канал и знайте продолжение. Удачи! Спасибо. Спасибо.